он к вашему снаряжению что да поняла а где-то где амулет амулет там арун тут нет это странно здесь кому-то какие-то звуки поблизости здесь они убивали глубинных вдыхая смрад их зачарованной плоти когда рухнула стена со стороны моря многие удивительные вещи ушли под воду и были забыты сюда приносит тела грубыми руками грубыми руками и в клетках некоторые еще дышат вода ледяная это последнее что они чувствуют это жадные воды они никогда не отдают что взяли даже ужасное наводнение не смыли всех горести дну сейчас месяц жатва время в теряла всякий смысл это было а мне откуда вниз что ли ну типа видимо да бомбочкой прям бомбочка да вообще не группируюсь и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если смогу, то это будет похоже не совсем как надо Ну там пенек какой-то слева вот на стене, левее, левее Вот он, да Я падаю Ага Ладно Отсюда выглядело как будто вот прям лесенка для меня Хотя, кстати... А, нет, я не дотягивался до этой штуки А, к логову еще Но у меня, наверное, за снаряжением сначала, в любом случае Логично, по крайней мере, было бы Хрустатьи, что ли? Да, наверное, хрустатьи Похоже, что тебя бомбардируют Ну да Ага Ага Так, погоди А, это самая первая локация наша Тут все так плохо стало А почему там все так затоплено? Здесь мы эту же... Нет, подожди, где нет Где-то не талакаться Ветоша вот здесь же была Ну да Нет, стоп Наверное, я путаю все-таки Ладно Просто похоже Сердце буйвола Максимальный запас маны немного увеличен Акробат Улыбка фортуны Гробовщик Здоровый аппетит Ну пусть еда остается Наверное, уберу метатель Не то, чтобы я часто этим пользуюсь Костяных амулетов Один из восьми Отрывок из потрепанного дневника День за днем уровень воды поднимался И владельцы магазинов все чаще бросали свое имущество На откуп прибывшей мутной жижи И речным хрустакам Все искали на кого бы свалить вину за случившееся Правда же в том, что процветающий Радшор Стерли с лица Дануола вовсе не заговорщики А обыкновенная людская лень и глупость Дамбы, сдерживавшие Дамбы, сдерживавшие 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 Понятно Дамбы, сдерживавшие Натиск воды Уже лет десять никто не ремонтировал И хватило одной дыры, чтобы все прорвало Все силы города были брошены на борьбу с чумой И никто пальцем о палец не ударил, чтобы спасти наш квартал С тех пор прошел уже год И должен сказать жить вместе Про которое Рейген давно забыл Не так уж и плохо Ну, тут просто дизайн локации Мне кажется, очень похож на то, что мы видели в самом начале Но с другой стороны, чего удивляться Что он похож Офига тут ценности Пойду попробую снаряжение забрать А потом, может быть, еще вернусь Вот сюда Полазить Что ж такое Ага Осторожно А, это переход на другую локацию Так, стоп Что мне в первую очередь лучше сделать тогда? Проникнуть на территорию Дауда Важнейший инструмент Вернуться на жироварню Гривза Куда сбросили ваши вещи А, это дополнительно Ну все, значит на жироварню Но Пока что 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 Субтитры сделал DimaTorzok Денежка очень неплохая. Тратить жалко некуда. Опа, подождя, вот здесь мы не были. Да? А, потому что это уже к долгу. Ладно, тогда потом туда зайдем, как раз, наверное. У меня, кстати, даже хилок нет. А, нет, есть. Ну, в смысле, манные хилки. На жаробарню. Ну-ка, сердечко. Ага. Руна, амулет. Снаряжение там. Там у них много всякой фигни. Ну, наверное, не то, чтобы оно стоит того. Хотя я могу, наверное, за этим прокраситься. Забрать. Попробовать. Ну, с учетом того, что у тебя вообще ничего нет. Ну, практически. Ну, самое смешное, что деньги-то у меня остались, наверное. Пришел смотреть в карманы? Да. А, нет, слушай, деньги у меня тоже забрали. Все забрали. Ха. И все. Я не смогу, да, теперь подойти? Скорее всего, да. Вот, какой-то склад хороший. Дневник управляющего жароварней. Отрывок из рабочего дневника. Танкера с маркировкой партия Б подключать только к нижним трубам. На этих баржах везут жир молодых китов, и его надо подвергнуть специальной обработке, иначе в уровень получится менее действенный, чем обычная. Мы должны как можно быстрее перекачать все с танкеров и отправить их обратно на китобойню. Компания Грифза в этом квартале добилась рекордного роста доходов, и я хочу, чтобы благодарность за это досталась нам, а не этим ослам с китобойни. Деньги лежат. Там лежат мои деньги. Отдайте Саше Сашина деньги. Ну, в смысле, Корва. Корве Корвина, Саша Сашина. Сашинские. Я не могу туда пройти. Отдайте Саше Корвинские. Или Корва Сашинские. Мне чужое не надо. Мне надо мое только. Ладно, отдайте Саше Сашинское, а Корва пусть останется Корвинская. 75. А, я мог тут войти. Зачем? Ладно. Инструкции по технике безопасности. Не забывайте, что лестница всегда должна находиться в сложенном положении, за исключением прихода сменщиков и экстренных ситуаций. В противном случае это может привести к порче оборудования или гибели людей. В случае возникновения экстренной ситуации основное питание будет отключено. Чтобы восстановить подачу питания к панели управления, воспользуйтесь запасным преемником. Справа от вас. Приемником. Приемником, да. Это вот про это, да, наверное. А где мне вашу оборудование-то взять? А, вон. О, нет, там хрустаки, я к нему не хочу. А тут пустые, да, баклажки? Да, это пустые. Закону жанра, хрустакам. Мне надо было пустой сюда вставить. А я его выкинул. Сейчас, смотри, смотри. Моего сейчас мечом. На! Открывайся. Нет, не будет больше открываться. А если я буду кидать и убивать хрустаков ворванью? Вообще, им что-нибудь будет от этого? Пока они закрыты. Пока закрыты, я думаю, нет. Смотри, вообще просто. Что ты там сказал, говорят? А ну иди сюда. Скажи, с ворванью любой дурак сможет. Ты попробуй без нее. Максимальная экономия. Бочки, интересно, взрываются уже, по идее. Смотри-ка. Сейчас как закончится. Прошибаемость какая у нее. Ну, понятно, они расходуются. Ну, да, но тут вон баков сколько. Ага, понятно. Ну, ладно. Так быстрее. Что это за брэнк было? Это было, наверное, меня кто-то заметил. Вот я так думаю. Брэнк тебе такие. Наверное, это был человек. Вот этот человек. Человек-то чего? Брэнка. В нашу сторону. Беспердел какой-то. Как Наташа слово это нравится. Беспердел какой-то. Да. Беспердел. О, письмо с Тью. Слушай, с Тью, есть идея. На старой жироварне Гривза остались нетронутые резервуары с готовой ворванью. Остается только набрать пустых баков и перекачать в них ворвань. Тамошними насосами. Воды там столько, что мы сможем... Воды там столько, что мы можем спокойно заплыть на лодке. Только один не суйся. Там повсюду хрустаки. С этими милашками шутки плохи. Митч. Не послушал он его. Ха, небесконечные. Небесконечные, наверное, да. Бесконечные. Ну, по крайней мере их там много. Ну ща, Саша пошел развлекаться. Не, я пойду сначала дело сделаю, а потом поразвлекаемся. Сейчас я тебя интересуется, кто на ту плохому учит, а? Саша, конечно. Да, на ту прям плохому надо учить. Она сама кого хочешь научить. Ты что, ты что, ты что, ты что. Или нет? Счепокнулись. А, нет, наоборот, все как надо. Пошли бомбить. У тебя там тело с тобой убитое был? Нет, это не я. Не ты, значит, ладно. Не я. Не страшно. Главное, чтобы мне его не засчитали теперь. Тихо. Ну, наверное, уже оно не живое было. Оно не живое, но фиг его знает, а вдруг скажут, вот это тело расщепило, это ты виноват. Ну в чем ты-то должен виноват быть? По-любому. Виноват быть. Что там, живые есть еще? Выходи. Выходи. Ну? Давай, открывайся. Ты. Ты хитрый, да, очень? Я смотрю. Они тут вспоминаются сразу. Пукни-ка, что-нибудь. Где там у тебя? Да. Где у тебя перед-то вообще? Где зад? Тут только однозначно можешь сказать, где вверх. Где низ? Ну что, сейчас мы однозначно взорвем его просто. О, хорошо. Потом покрутим, посмотрим. Где там, где вверх, а где низ? Рагу одобряет, наверное, да. Ну да. Он тебе все уговаривал ворвание покидаться. Все предыдущие стримы. О. Крюкает лежит тут. Одна, одинешенькая. У вас тут все затекло. Я вот еще думаю, сюда, наверное, можно наверх сходить. Или я там был? Там крысы, что ли, пируют? А, нет, показалось. За дверью как раз. Сейчас откроешь, она к тебе бросится. А, это то самое место. Мы вот оттуда пришли откуда-то. Пусть, пусть гуляют пока. Я слышу амулет. Осторожно. Главное, чтобы меня сейчас не передавило сверху. Два из восьми. Жуть. Большая локация. Званый гость. Вы можете вселиться в крысу на более длительное время. Прикольно. Надо иметь в виду, но пока не надо. Ну, в смысле, нам не надо. Можно скорость передвижения увеличить. Живучесть, жажду крови. Наверное, передвижение можно увеличить. И больше нам ничего не нужно тут. Разве что живучесть. А что там на уровне 1, а на уровне 2? На уровне 1 вы сможете забираться на более высокий объект. Особенно в сочетании с переносом на уровне 2. Увеличивается скорость передвижения, что позволяет быстро оказаться рядом с врагом. Или сбежать в случае ранения. Скорость лазания и плавания тоже возрастает. А, ну понятно. Тихо. Что-то ценное я вижу. А по рунам. По амулетам. Все. Хватает, да, у меня еще. Ну, можно, конечно, прокачать. Не то, чтобы оно очень надо. Чуть-чуть не хватает на 2 уровне сразу. Так, а мне же надо наверх? Или... Ух ты. Трудно сказать, но за улицем надо приглядывать с крыши, мы его сразу заметим. Ладно, в крайнем случае перехватим его у рынка. Ищут тебя уже. Он не пройдет через вокзал без ключа. Он находчивый. Что-нибудь придумает. Я сказал. Пройдет он. А они свалили. Смотри. Они так делают. И все, и нет их. Прям как я. Или это они как я? А как мне достать? А, вижу. Я, правда, пока не знаю зачем. Но я заранее. А я припоминаю. А я припоминаю, что сейчас будет. Посмотрим. Ладно. Китовая охота. Отрывки из дневника пожилого китобоя по имени Старый Грум. Эти новые корабли Соколова куда удобнее, чем те, на которых ходили в дни моей юности. Прежде мы надеялись на милость ветра, а нынче, завидев кита, просто добавляем скорости. Не успеют лентяи слезть со своих коек, как мы подходим к зверюге. Мы бьем по самому крупному киту, и судно начинает пятиться назад. Твари пытаются уйти в глубину и жутко стонут, словно зовут друг друга. Трюмовая команда говорит, что даже через борт эти стоны слышны. Вот как. Но с гарпуном в спине на глубину не уйдешь. Когда кит ослабеет от потери крови, мы подходим к нему на шлюпке, цепляем тушу крюками и обматываем хвост цепью, а потом лебедками вытягиваем тобычу на борт. Песня гарпунеров. Ну мы читали ее, кстати. Йо-хо-хо, поднимай быстрей. Жироварня Грифза. Отрывок из записания богатых промышленных домов Дануола. В прежние времена туши китов доставлялись с корабля на сушу. Тут рабочие разделывали их и вытапливали китовый жир в огромных чанах на берегах Ренхевена. Мы не читали это? Бригады были небольшими. У каждой был собственный чан. Каждый занимался своим делом. Кто-то сжег костры, другие разделывали тушу, третий резали жир. Читали разве? Ну, возможно, что-то похожее было. Про жироварню как раз. Ну, читай, ладно, дальше. Не страшно, я думаю. С ростом спроса на ворвань на берег пришли крупные компании. Они переманили лучшие бригады, пообещав им отличный заработок и все, что обычно обещают в таких случаях. На крайне торгового квартала Радшор, как по мановению волшебной палочки, выросло множество пакгаузов. Самой хорошо организованной, точнее сказать, самой жестокой по отношению к работникам компании была жироварня Гривза, основанная Эбенезером Гривзом. Мануфактура Гривза стремительно росла, поглощая конкурентов, и вскоре захватила львиную долю рынка. Численность рабочих в лучшие годы достигала трехсотен человек, и это не считая детей, которые выполняли самую грязную и порой весьма опасную работу. Рабочих мануфактуры легко было узнать по кожаной форме и маскам, защищавшим от чудовищных запахов. Мануфактура Гривза стремительно росла, подождя чё ты запускаешь-то, я ничего не нажал там записочка заметка бригадира передайте вашему начальнику смены чтобы на каждый обход выделял инженера тут у нас провода постоянно каратит или хотя бы разрешите нам поставить бакс ворванию запасной приемник рядом с мостом чтобы не было перебоев с питанием мы же компания гриф за черт подери что мы не можем себе позволить израсходовать лишний бак с топливом или вам простому надо объяснить если нет питания мост не отпускается если он не опускается мы не можем попасть в жироварню если мы не можем туда попасть то не можем выполнять свою работу вот вам коротко и ясно спасибо наверх мне не надо никуда всякий так случай как вы там неудачно стоите по тебе делегация немножко не добежали не знаю что загрузится меня вообще меня уже полили один раз ну как хочешь поэтому наверное все равно может еще не полили ладно попробуй загрузиться спалили или нет странно почему она меня услышала а потому что я был не в кредит а простите Девушки отдыхают. Сейчас, подожди, я тебе обезболт дам. Ладно, может и не дам. А, он потом двигается. Видимо, он из-за этого меня и заметил. А покрал и все съел. Ужас, да ужас.